Беременность и рождение Мало тех женщин, которые приходят к гинекологу со словами «Я хочу спланировать беременность». Врачи чаще слышат фразу «Кажется, у меня будет ребёнок». Только в последние несколько лет ситуация стала более или менее меняться. Будущие мамы всё же стали задумываться о том, когда и как рожать. Чаще всего это женщина где-то после 22-24 лет. То есть это ещё вполне адекватный возраст для первого малыша. Это ни в коем случае не 40 лет, как это было в один период. То есть женщина всё-таки начинает задумываться о том, что к беременности надо готовиться. Но, к сожалению, процент достаточно маленький. То есть примерно 70% беременности у нас спонтанные. То есть к ним не идёт никакая подготовка. Даже если спрашивать у женщины, допустим, курит она или нет, самый частый ответ – бросила, как узнала, что забеременела. Это неправильно. Надо бросать до того, потому что эндометрия уже сформирована, сосуды уже сформированы. И, по сути, это, конечно, хорошо, что она бросила, но лучше было это сделать заранее. Беременность должна планироваться. Прежде всего для того, чтобы женщина смогла родить здорового ребёнка. Запланированная беременность, в моём понятии, это всё-таки нужно проверить своё здоровье. Я считаю, обязательно сначала, прежде чем решить вдвоём с мужем, что нужно родить, нужно проверить, здоровы ли вы. Нужно всё вылечить, если это возможно. А если невозможно, то быть готовыми, что у тебя что-то есть, и как-то где-то, чтобы врачи уже знали. В первую очередь, здоровье. Беременность – это очень важный и ответственный этап в жизни женщины. Она должна быть готова к нему и физически, и морально. Очень важно исключить все стрессовые ситуации, неважно, дома они или на работе. То есть побольше положительных эмоций, поменьше отрицательных. Иногда серьёзные стрессы, например, на работе, могут приводить к тому, что не наступает беременность. И очень долго женщина потом ходит, обследуется, выясняет причину, причина не находится, и стоит её уволиться с работы, как беременность самостоятельно наступает. К сожалению, в наши дни трудно встретить абсолютно здорового человека. Но организм женщины должен быть максимально подготовлен к зачатию, вынашиванию малыша и родом. Если в будущем маме есть какие-то заболевания, то лечить их во время беременности гораздо сложнее, потому что, во-первых, организм настроен совсем на другое. Во-вторых, во время беременности не все препараты можно назначать, которые необходимы, потому что они оказывают влияние на ребёночка, и это вредно для его развития. Все прекрасно понимают, чтобы выносить ребёнка, организм мамы должен быть сильным. Общая подготовка к беременности, анализы, упражнения, психологический настрой – всё это является очень важным этапом на пути к крепкому, здоровому малышу. Готовиться к беременности желательно начинать примерно за полгода. Для этого нужно соблюдать определённую диету, образ жизни, пройти определённое обследование, и, соответственно, только после этого уже можно начинать открыто жить половой жизнью для того, чтобы наступила беременность. Не секрет, что современные женщины очень невнимательно относятся к своему здоровью. Редкие из них регулярно проходят диспансеризацию и сдают анализы. Многие ссылаются на то, что у них нет ни времени, ни желания ходить по врачам. Но планирование беременности – это совершенно особый случай. И здесь речь идёт не только о здоровье самой женщины, но и о здоровье будущего малыша. Что входит в обязательное обследование перед наступлением беременности? Прежде всего, это, естественно, опрос будущей мамы, то есть нужно поговорить с врачом, чтобы рассказать все особенности предыдущих заболеваний, если такие были. Обязательно это гинекологический осмотр для того, чтобы исключить какие-либо проблемы. Это анализы на мазочек, анализ онкоцитологии, чтобы шейка матки была здоровая, потому что именно от неё зависит, как она будет удерживаться, как беременность будет удерживаться в матке. Это обязательно обследование на инфекции, передающиеся половым путём. У нас, к сожалению, есть очень много инфекций, которые никак могут себя не проявлять. То есть женщина полностью уверена, что она здорова, у неё ничего нету, а на самом деле там одна или две инфекции есть. Естественно, на беременность они влияют плохо. Это либо проблемы с наступлением беременности, либо это возможность инфицирования ребёночка уже в процессе вынашивания малыша. Будущей маме также необходимо знать, есть ли у неё иммунитет к такому заболеванию, как краснуха. Для этого ей просто надо сдать кровь. Если будущая мама болела когда-то краснуха или у неё была прививка, к сожалению, это не даёт 100% гарантии, что иммунитет есть. Иногда этот иммунитет формируется, но он держится очень недолго. Поэтому желательно кровь сдать и посмотреть, есть антитела к краснухе или нет. Если этих антител в крови будущей мамы нет, то ей нужно сделать прививку. Вот только после этого надо будет повременить с зачатием ребёнка. Вакцина – это ослабленная живая инфекция. Врачи говорят, что как минимум 3 месяца после прививки беременность не должна наступать. Очень важно сделать кардиограмму и посмотреть, всё ли в порядке с сердцем. Желательно после того, как сделается кардиограмма, издать все анализы, прийти к терапевту. Потому что иногда мы тоже думаем, что мы абсолютно здоровы, а на самом деле у нас есть какие-то проблемы с сердцем. Во время беременности объём циркулирующей крови в организме женщины увеличивается в полтора раза. И, соответственно, нагрузка на сердце тоже увеличивается. К тому же формируется дополнительный круг кровообращения, плацентарный, когда у нас идёт кровь через плаценту и снабжает ребёночка питательными веществами. Но, соответственно, всё это даёт дополнительную нагрузку на сердце. И если у будущей мамы есть проблемы, то желательно о них знать и соответственным образом скоррегировать их, чтобы во время беременности состояние сердца не ухудшалось. Не секрет, что уже с первых минут существования эмбриона и до момента появления ребёнка на свет, к организму женщины предъявляются многочисленные своеобразные требования, изменяющиеся и возрастающие с каждой минутой. Именно поэтому во время беременности увеличивается нагрузка на каждый орган материнского организма, на каждую его систему, начиная с нервной и заканчивая опорно-двигательной, заставляя их работать в новом, непривычном, усиленном режиме. Очень важно пройти общее обследование, то есть это анализы крови, анализ мочи, анализы на ВИЧ, сифилисы и гепатиты, то есть, соответственно, тоже, чтобы ничего этого не было, потому что лечить эти заболевания во время беременности очень нехорошо, потому что все препараты, которые помогают справиться, они все вызывают пороки развития у ребёнка. Анализ крови также определяет уровень гемоглобина в крови будущей мамы. В зависимости от этого показателя женщине нужно принимать соответствующие меры. Если он низкий, то надо принимать железо. Анализ мочи может показать, всё ли в порядке у будущей мамы с почками, и, соответственно, если какая-то проблема есть, то же самое нужно это всё решить до наступления беременности, потому что почки – это первый орган, который во время беременности у нас может пострадать. То есть, пережимаются мочеточники, то есть, соответственно, может быть застой мочи. Развиваются инфекции, потому что именно на мочевой пузырь идёт давление, на сами почки идёт давление. В результате может повышаться давление у будущей мамы во время беременности. То есть, почки – это такой индикатор состояния женщины во время беременности. И опять же, если у женщины, будущей мамы, существуют проблемы с почками, то их нужно решать до наступления беременности. Перед тем, как планировать уже беременность, проверить уровень гормонов в крови. Потому что, опять же, иногда мы думаем, что всё хорошо, а на самом деле в крови могут быть повышены, например, мужские гормоны. В этом случае может быть проблема с наступлением беременности. То есть, она наступит не сразу. И, соответственно, может быть срок наступления беременности, и планируем немножко отодвигаться. Безусловно, полностью исключить риск всех осложнений течения беременности и нарушений в развитии будущего ребёнка невозможно. Но родители в силах свести к минимуму возможность появления на свет больного малыша. Нужно просто, чтобы они вовремя, ещё до его зачатия, со всей ответственностью отнеслись к этому вопросу. Желательно сдать кровь на антитела к такому заболеванию, как токсоплазма. Это заболевание передаётся через домашних животных, прежде всего через кошек. И может приводить к формированию пороков развития у ребёнка, особенно если инфицирование происходит в первом триместре, то есть до 12 недель беременности. Поэтому желательно, чтобы будущая мама тоже была в курсе, относится она к группе риска по токсоплазме или нет. Это сдаются антитела, это кровь из вены. И если антитела есть, то, соответственно, это говорит о том, что иммунитет есть, и заболеть во время беременности будущая мама, скорее всего, не сможет. Потому что организм уже знает эту инфекцию и сможет с ней быстро справиться. Женщинам с хроническими заболеваниями следует учесть, что во время беременности заметно увеличивается риск возникновения осложнений. Нужно попытаться предупредить их обострение в этот ответственный период. Будущей маме перед беременностью желательно знать, какая у неё группа крови и резус-фактор. То же самое касается и будущего папа. Если резус-фактор у женщины отрицательный, а у мужчины положительный, то во время беременности нужно очень внимательно следить за наличием антител в крови, потому что может развиваться резус-конфликт. И в этом случае организм мамы будет бороться с организмом ребёнка, если у мамы отрицательный резус-фактор, а у малыша положительный. Очень важно, чтобы к беременности готовилась не только мама, но и папа. Причём подготовка должна быть и физической, и моральной. Ведь эта сторона не менее важна, чем здоровье. Мы вместе ходили на подготовку, курсы подготовки к родам, да, вместе с папой. Он очень заинтересованно, он общался с ребёнком, когда ещё всё это в процессе созревания, да, в животике был. К несчастью, зачастую будущие отцы не особенно стремятся готовиться к зачатию ребёнка, в отличие от будущих матерей. В некоторой степени это оправдано, так как наибольшая нагрузка и ответственность лежит на женщине. Ведь это именно ей придётся вынашивать, рожать и кормить малыша. В этом процессе роль отца много меньше, чем роль матери. Но, с другой стороны, стоит помнить о том, что успешность зачатия во многом зависит и от папы. Обязательно нужно обследоваться на инфекции, передающиеся половым путём. У нас есть инфекции вирусные и внутриклеточные, которые могут у одного партнёра быть, а у другого партнёра не находиться. Такое возможно. То есть, к сожалению, обследования только будущей мамы здесь недостаточно. Ну и, соответственно, если у мужчины выявляются какие-то инфекции, их тоже обязательно пролечить до наступления беременности. Потому что они могут вместе с сперматозоидом попадать в женский организм. И помимо того, что будущая мама инфицируется, ещё можно инфицировать малыша будущего. Ещё одно обязательное обследование для будущих пап – это флорография. Проблемы с лёгкими во время планирования беременности необходимо исключить. Иногда такое заболевание, как туберкулёз, оно у нас протекает в начальной стадии практически без симптомов. И если у взрослых это всё лечится, то у детей это может протекать в очень такой жёсткой форме, сразу до стационара, до реанимации, дыхательной недостаточности и так далее. Поэтому очень важно, чтобы у всего окружения будущего малыша таких заболеваний не было. Поэтому по возможности будущий папа делает флорографию. И желательно все люди, которые будут контактировать с малышом, чтобы тоже прошли данное обследование. Будущим родителям желательно получить консультацию у врача-генетика, который поможет выявить заболевания, способные перейти ребёнку по наследству. Для этого генетик расспросит их о том, чем болеют они, их близкие и дальние родственники. Возможно, для уточнения ситуации придётся сдать анализы для исследования кариотипа, набора хромосом, их числа, размеров, формы и деталей строения. В период подготовки к беременности очень важно не переохлаждаться для того, чтобы не заболеть, и не перегреваться. Перегревание очень вредно прежде всего для мужчины, который планирует стать папой. Потому что при перегревании прежде всего наружных половых органов нарушается формирование сперматозоидов. То есть в этом случае чаще всего сперматозоиды, которые несут игре хромосомы, то есть которые впоследствии могут мальчиками стать, они очень часто погибают. То есть здесь может нарушаться уже формирование этих клеток, и, соответственно, может не наступать беременность, или она будет не совсем правильная, не совсем здоровая беременность. Чаще всего перегревание связано с тем, что мужчина долго сидит. Например, на работе или же за рулем. Чтобы это не вызывало никаких последствий, будущим папам необходимо периодически вставать со своих кресел. Желательно исключить работу за компьютером. В нашей жизни это практически невозможно, но хотя бы максимально уменьшить количество часов, проведенных за компьютером. Если это связано с работой, то есть работа только связана с компьютером, в этом случае можно минут по 30-40 работать, после этого делать 50-минутные перерывы. Для того, чтобы немножко глаза отдохнули, немножко организм отдохнул и долго не сидеть. Ну и, естественно, облучение от компьютера тоже не очень хорошо влияет на будущую беременность. Здоровый образ жизни – это не просто слова. Такие вещи, как нарушение сна и бодрствование, тяжелые физические и психические нагрузки, курение, употребление алкоголя и наркотиков не могут не отразиться на здоровье как ребенка, так и матери. Когда мы готовимся к беременности, очень важно соблюдать определенный распорядок дня. Сон должен быть минимум 8 часов в сутки для того, чтобы организм будущей мамы полноценно отдыхал. То же самое касается будущего папы. У него тоже формируются клетки, которые впоследствии будут малышом, и, соответственно, эти клетки должны формироваться полноценно. То есть сон очень важен не только для мамы, но и для будущего папы. За полгода до предполагаемой беременности – крайний срок за 3 месяца – будущим мамам и папам необходимо полностью отказаться от алкоголя и табака. И то, и другое очень плохо влияет на формирование клеток, а значит, может нанести вред ребенку. Например, курение. Оно очень плохо влияет на сосуды. То есть когда у нас формируется уже ребеночек, когда он приживается в матке, формируются новые сосуды, новый орган, такой орган, как плацент, в котором очень много сосудов. И формирование вот этих сосудов нарушается, если будущая мама очень много курит. И, соответственно, в будущем это предрасполагающий фактор для формирования недостаточности функции плаценты и для того, чтобы у ребенка была задержка развития внутриутробная. Планирование беременности у каждой женщины протекает по-своему. Те, кто готовится стать мамой уже не в первый раз, не только думают о себе и о своем здоровье, но и заботятся о психическом состоянии своих уже рожденных детей. Мы подготавливали очень серьезно, я как психолог это понимаю, старшего ребенка к рождению второго обязательно. То есть я знаю, ко мне приходят с этими проблемами, с проблемами именно старших детей, которые появляются с рождением второго ребенка. Я знаю, что это очень важно, поддержать его в этот момент. Стоит отметить, что на протяжении всего периода беременности организм женщины работает с повышенной нагрузкой. Это порой сопровождается обострением хронических заболеваний и снижением естественного иммунитета. Для того, чтобы беременность протекала нормально, к ней надо готовиться. Об этом мы сегодня и говорим. Несколько слов про диету для подготовки к беременности. Очень важно помнить, что помимо витаминов и микроэлементов у нас еще есть белки, жиры и углеводы. Ребеночку настроиться именно из белков. Это основной строительный материал. Поэтому желательно, чтобы будущая мама потребляла много белковых продуктов. Это прежде всего мясо, рыба, творог и сыр. Женщинам необходимо стремиться к сохранению либо восстановлению своего нормального веса. Избыточная, равно как и недостаточная масса тела, может являться фактором риска в развитии последующих осложнений. Будущим родителям не следует злоупотреблять диетами. Лучше всего соблюдать сбалансированный рацион и режим питания. Питаться по-другому начинаешь. Хотя, конечно, нужно это делать постоянно. Но, к сожалению, так получается, что больше внимания обращаешь, конечно, на питание, когда ты ответственна еще за кого-то, а не только за себя. Ну, у меня так, по крайней мере, было. Вот. Естественно, я следила за своим эмоциональным состоянием более, да, чем обычно. Следила за режимом дня, безусловно. Опять же, за рабочим местом. Это был первостепенный вопрос для нас. Но вернемся к рациону женщины, которая планирует стать мамочкой. Из всего меню она должна исключить специи. Они могут вызвать аллергию. Кроме того, на время стоит забыть о продуктах, содержащих красители и консерванты. Сейчас это практически невозможно, но надо стараться. Желательно исключить колбасы, сосиски, сардельки и так далее, потому что они тоже все содержат консерванты и красители. Молочные продукты лучше употреблять без фруктовых добавок. То есть покупать био-йогурты, био-кефиры. Если хочется фруктов, просто натуральные фрукты туда добавлять. Еда у женщины, которая всерьез задумалась над тем, чтобы стать мамой, должна быть гипоаллергенной, нераздражающей желудок и иммунную систему. Питательной, насыщенной всеми необходимыми веществами и микроэлементами. Обязательно в рационе будущей мамы должны присутствовать фрукты и овощи. И обязательно зелень, прежде всего укроп. Потому что в укропе содержится большое количество фолиевой кислоты, которая впоследствии понадобится для формирования нервной системы малыша. Также желательно обратить внимание на продукты с большим содержанием витамина Е, который нужен для того, чтобы правильно формировалась яйцеклетка у будущей мамы. Большое внимание в подготовке организма к беременности следует уделить укреплению иммунитета. Для этого нужно употреблять в пищу не только лук и чеснок, которые многие считают панацеей от всех болезней, но и иммуностимуляторы. И хинацея, и лимонник, женьшень. Однако даже такая безобидная, на первый взгляд, добавка ни в коем случае не должна назначаться самостоятельно. Иммуностимуляторы, а тем более при планировании беременности, должен прописывать врач. Очень важно, чтобы в организме будущей мамы было много микроэлементов. Прежде всего это относится к кальцию, магнию и железу. Железо – это у нас гемоглобин, то есть это вещество, переносящее кислород. И если у будущей мамы его будет мало, то во время беременности может развиться анемия, и ребёночек недополучит кислорода. Железо восстанавливается очень долго, примерно два года, если есть серьёзный дефицит. Поэтому желательно тоже потреблять продукты, которые содержат большое количество железа, и, соответственно, чтобы этот микроэлемент запасался в организме. То же самое касается кальция и магния. У этих трёх элементов есть одна особенность – их нельзя принимать одновременно. То есть продукты, которые содержат кальций, магний и железо, нужно кушать с разницей в 2-3 часа. Иначе никакой пользы они не принесут. Всё дело в том, что эти микроэлементы, попадая в организм одновременно, ухудшают всасывание друг друга. Если у будущей мамы изначально есть дефицит этих микроэлементов, то, возможно, потребуется искусственно их добавлять, то есть в виде витаминов или каких-либо препаратов. Это можно сделать только после консультации с врачом, после определённого обследования. Многие женщины имеют склонность к полноте и периодически садятся на всевозможные диеты, желая сбросить лишний вес. Если беременность наступает на фоне общего ослабления организма, изнурённого диетами, плод может ощущать острую нехватку макро- и микроэлементов. Поэтому очень важно пределить...